С началом зимы темпы строительства новой станции метро Театральная не сбавляются. Сейчас рабочие выносят инженерные коммуникации. В историческом центре подходит к концу разработка стартового корлована, а в его основании занимаются подготовительным бетонированием. Оно выполнено на протяжении 40 метров от торца забоя. И сейчас на этом участке уже ведется армирование вибро- и шумозащитной плиты. Этот вид работ стартовал со стороны улицы Вилоновской. Параллельно в районе Галактионовской занимаются инженерной инфраструктурой. Один из трудоемких процессов на территории сквера за театром оперы и балета ближе к улице Красноармейской. Сейчас здесь проходит укладка стального футляра под магистральный водопровод. В футляр будет проталкиваться рабочая труба диаметром 800 мм. Это необходимо для того, чтобы закольцевать систему и вывести все коммуникации из зоны строительства котлована под устройство станционного комплекса. Скоро планируется устройство буросекущих свай со стороны улицы Красноармейской. Для проведения работ необходимо вынести кабельные линии, которые попадают в зону строительства метро. Вместе с этим также придется скорректировать движение жителей по пешеходному переходу на перекрестки Галактионовской и Красноармейской. Что касается общественного транспорта, то он продолжит свою работу в прежнем режиме. Пешеходный переход вдоль улицы Красноармейской со стороны строительной площадки не будет осуществлен, будет по временной схеме буквой П обход. Там небольшой перекресток, я думаю, не сильно затруднит это. Окончательное решение по этим и другим вопросам принимаются региональным заказчикам и подрядчикам во взаимодействии с администрацией Самары и профильными службами мэрии. Все процессы, связанные с возведением станции Театральная, находятся на непрерывном контроле. Так, сегодня прошло совместное совещание под руководством первого заместителя главы городского округа Самара Владимира Василенко. Там обсуждалась возможность дальнейшего частичного открытия движения транспорта в зоне метростроя в районе улиц Полевой и Самарской. До 20 декабря должна быть выполнена необходимая подготовка. Напомним, для автомобилистов в начале этой недели открыли движение в районе улиц Полевой и Новосадовой. Теперь водители, которые едут в сторону старого центра, смогут уйти с Новосадовой на Полевую и далее двигаться по намеченному пути. Есть одно но. Вот сейчас дал поручение рассмотреть, может быть, сделать по Полевой, по одной полосе. Одна идет от Галактионовской вверх, а другая идет от Ленина вниз до Галактионовской. Вот сейчас поработаем вопрос, чтобы, если такая ситуация возможна, то откроем ее в таком варианте. В числе приоритетных задач – минимизация временных неудобств для жителей города. Ксения Баканова, Максим Гусев, События.